Сегодня 35 день с начала укоренения наших черенков. И что же мы видим? Я перенес виноград из инкубатория вот сюда в гараж. Видите, вот такую конструкцию сделал, повесил фитолампу. И процесс пошел. Пошел процесс активного укоренения. Смотрите, какая красота. Это Ронда. Сейчас я буду проводить ревизию, смотреть, что да как. Так, со всех сторон, смотрите, пошли корешки. Очень активно. Просто великолепно. Все, сейчас мы его будем пересаживать. Я уже три пересадил. Вот они. И будем теперь контролировать. Я думаю, раз в два дня где-то я буду смотреть, что да как. Если будут какие-то укорененные новые черенки, буду сразу пересаживать. Подышать пришла? Угу. Присоединяйся. А ты-то не надышишься? Нет. Смотри. Сейчас я быстренько. Фу-фу. Наверное, хочешь спросить, что я делаю? Я хочу спросить, что ты делаешь. Наш зритель хочет спросить, что я делаю? Дышит пластиком паленым. Что еще непонятного-то? Вот, смотрите, бутылка используется несколько раз. Первый раз... По прямому своему незначению. По прямому значению, да. Второй раз мы варим пиво, разливаем вот в эти отмытые бутылки. И третья ее жизнь. Это в виде стаканчика для нашего винограда. Обрезаем горлышко. Делаем отверстия дренажные паяльником. Ну, можно сверлом. Ну, паяльником быстрее. Вот. И ароматнее. Да, вот так вот. И все. И в эти банки, бутылки мы будем сажать укоренившиеся черенки винограда. Иди, покажи виноград, который стоит. Я сейчас подойду, кое-чего расскажу. А удобно из этих стаканов вытряхивать виноград? Вообще, вот так разрезаете ножом с двух сторон. Разворачиваете, аккуратно вытаскиваете комок с корнями. Комок земли с корнями. И пересаживаете, куда вам нужно. Нужно вам пересадить в более большую емкость, допустим, 5-литровка, да, следующая вот по пересадке. По размеру. Если я, допустим, черенок этот, вернее, саженец, оставляю на следующий год. Вот, если вы сразу в грунт сажаете, разрезаете, сажаете в грунт, все, без проблем. То есть, не надо пытаться вытряхнуть, надо просто разрезать банку. Да, но вы ее уже использовать не сможете, в любом случае, зачем вам дырявая банка, да, как бы. Следующий год сажать черенки? Ну, банок найти всегда можно, да. Мы и так уже, в принципе, помогли природе. Три раза эту бутылку использовали. Показать черенки? Да, сейчас я подойду, покажу кое-что тоже. А скажи, зачем ты платформу такую освободил за собой? Ну, я-то в курсе, просто ты расскажи. А вы узнаете. Пойдем смотреть черенки. Ты в облаке прям там. Хочу обратить внимание, что среди черенков у меня еще тазик, и у меня тут тоже есть рассадка. Видите, малышечки пошли расти. Я все с помидорами спокойствием никак не могу. Так, смотрите, температура 20 градусов, маловато. Ну, ладно, это нам не мешает вот так прекрасно укорениться. Просто вот буквально два дня назад здесь ничего не было. Ну, калус только начал появляться, да, и видите уже какой корень. И сейчас мне опять придется, как мне не хочется, и насколько у меня нет времени, но придется все равно сегодня обязательно еще раз все это просмотреть. Потому что я говорю, вот буквально за два дня, вот видишь, калус пошел. Вот через пару-тройку дней здесь уже пойдут корни. Вот, то есть я говорю, дело такое, что нужно каждый день смотреть. Вот видите, как тоже лопнуло. Тоже корни пойдут. Вот, ну, в общем, все. Видите, вот такие корни, это уже более чем достаточно, больше не надо. Они будут ломаться, даже можно меньше, меньше лучше. Больше вероятность, что вы аккуратно пересадите и ничего не сломаете. Так что этот черенок я сейчас буду пересаживать прямо вот сейчас, потому что я уже достал, а эти все опять буду сегодня вечером наводить, проводить ревизию и каждый вытаскивать, смотреть. Вот так. А, и, кстати говоря, укоренились у меня таблетки. В этом году плохо укореняется, всего лишь три таблетки у меня укоренились торфяных. Но я думаю, что там тоже все будет нормально. Здесь по опилкам плохо опять. Хуже? Да, я вот вроде обрадовался, что у меня калус появился на опилках. А, вот корешок, да? Вот, вот пошли корни. А, тогда пошли же. Вот, ну что-то вот здесь... Ладно, это мы сегодня, наверное, тоже пересадим. Что-то пошло, но все равно, вот самый опять-таки эффективный получается метод на кокосовом субстрате. И причем я вытащил мой эксперимент горизонтально, вертикально, вообще как бы без разницы, получилось, что у меня вертикально даже укоренились быстрее. Ну, вертикально поставленные черенки укоренились быстрее. А, что еще? Все? Ну, вывод один, кокос рулит. Короче, да, кокос рулит. Причем вот здесь вот очень удобный метод. Мне понравился. Я одного сорта, не подписывая, прям на отдельную емкость, ставлю в отдельную емкость. И все, и не заморачиваюсь. А когда уже пересаживаю, я сразу подписываю банку. И нет никаких вот этих вот процедур с этими, с табличками, с какими-то этикетками, да, и так далее. Вот. Из Сашиного винограда у меня укоренился пока зеленый, два черенка. Вот Юпитер, мне очень нужно, чтобы он укоренился. Но пока нет, но... Вот, вот, калус начинается. Все, не трогаем. Давай, мой хороший, ты мне очень нужен. Главный вывод, какой мы делаем из всей этой процедуры, что черенки мои укореняются хорошо. Вот. И если возревание лозы происходит такое же, приблизительно, как вот в том сезоне, я смело могу продавать черенки. И у вас проблем, если вы все делаете правильно, возникнуть с укоренением не должно. Вот. Ну и, соответственно, раз уж мы вот все это затеяли, вот эти саженцы, саженцы, они поступят в продажу. Вот. Друзья, надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Подписывайтесь на канал. У нас на канале есть отдельный плейлист по винограду. Ссылочка будет в углу экрана и в описании под роликом. Так что переходите, смотрите, кто хочет выращивать виноград у нас на севере. В принципе, это реально, это возможно. В этом плейлисте об этом и рассказано. Получается, что это районированные уже саженцы для Владимирской области. Так можно вообще? Ну, можно, наверное. Наверное, можно. И из них, из этих вот виноградов уже было получено вино. И которое было усвидетельствовано как мегагодное, как минимум. Правильно? Но дело в цвет, как сказать, на вкус и цвет товарищей, конечно, нет. У всех фломастеры разные. Но по большому счету сладкое вино с добавлением сахара понравилось просто всем вообще. А сухое я обожаю очень сильно. И все, кого вы угощали, им всем тоже понравилось. Но возможно, что они врут. Поэтому мы не говорим об этом 100%. Так что смотрите нас, оставайтесь на нашем канале. И вы сможете в первую очередь узнать о распродаже саженцев, реонированных для Владимирской области. Странная картина, да? Ящики и два яйца. Саша, а что ты мне оставил тут ящики? Что оставил? Что там ящики стоят? Яйца, которые не вывелись. Это все, что не вывелось, ты хочешь сказать? Да. Из скольки? Из трехсот двадцати трех, по-моему. Это галашейка. Там нижний лоток, там еще десять этих кобов. А десять кобов из скольки не вылупилось? Не вывелось из трехсот шестидесяти пяти. А, но там еще не оплот. У галашейки двадцать шесть яиц, а у кобов двадцать одно. Да. Это все, что не вывелось? Да. А то мы пеняем на разницу температур в инкубаторе. Вот тебе, да? Такой вывод. Я даже боюсь показать, сколько это процентов из оплотных. Не, никто не пеняет, просто, ну, как бы, так зафиксировал, так скажем, разность температур. Разность температуры была? Была. На вывод повлияло? Не повлияло. Значит... Инкубатор коробкова хороший? Хороший. Да я бы сказала, отличный. Отличный, да. Особенно, когда тебе не нужен такой большой процент вывода, да? Это, наверное, отдельный ролик, там будет посвящен уже выводу и всему этому делу. Там уже процент посчитаем. Ну, отличный результат из коробки бролера. 21 яйцо не оплот. И из того, что осталось, да, это сколько получается? 344 яйца и 10 не вывелось. А у Галашейки еще лучший результат. 323 минус 26 это сколько? Сколько-то там, да? Ну, почти там 300. И 2 яйца не вывелось. Красота. Да и лучше желать нельзя, на самом деле. Ладно. Так, у меня заболтало, я не подписал. Это что было? Это было... Вот оттуда. Это было, это отсюда. Это Зилга. Вот оттуда ты вытащил, мне кажется. А, да, это Ронда. Все, это значит Ронда. Вот видишь, какая я умная? Вот. А то был бы сейчас пересорт по твоей вине. А то Зилга или Ронда, кто-то поймет. У тебя будут... Нет, ну, конечно, слить за сорта. Все. Мы ушли. Мыть инкубатор, да, сейчас мне? Да. Какая жалость. 42-й день. Вот что я уже пересадил. Вот это все уже укорененные, пересаженные череночки. Уже можно сказать, что это саженцы. И вот что осталось. Вот в таблетках остались. И вот здесь вот два лотка. Я все черенки, которые у меня в разнобой были, я все вот поместил в кокосовый субстрат. И поставил вот в эти два лотка. Вытащил черенки, которые у меня укоренялись на опилках. Во второй раз я убеждаюсь, что на опилках результат гораздо хуже, чем на кокосовом субстрате. Поэтому я поставил все на кокос. Вот. У меня здесь также остались эта часть, зилга, часть тронда. И остальные подписаны. Вот там Юпитеры и всякие там мои черенки. Я думаю, что вот здесь они гораздо быстрее и эффективнее укоренятся. И еще один поддон с саженцами у меня стоит на инкубаторе. Вот здесь повешена такая небольшая фитолампа. Корневую я продолжаю подогревать с помощью теплого пола. И с помощью коврика для сушки обуви. Все. Всем пока. Но пасаран. Продолжение следует.